Деталанты в гости к нам. Фокина начинает работу ежегодная краевая выставка детского декоративно-прикладного творчества «Радуга талантов». Заявку на участие в ней в этом году подали 69 образовательных учреждений. Официальное открытие выставки состоится 3 апреля. Дом детского творчества уже принимает первых гостей. Один из учебных классов Дома детского творчества отведён под привезённые выставочные экспонаты. До официального открытия выставки ещё неделя, но уже почти всё помещение заполнено коробками с детскими поделками. Это работа участников конкурса из отдалённых муниципальных районов, которые поторопились приехать заранее. Всего в этом году в «Радуге талантов» примут участие около 70 детских образовательных учреждений Приморского края. Число работ от каждого из них ограничено по условиям конкурса 30 поделками. Мы привезли 5 работ, и они все в разных направлениях сделаны. Там и ниткография – это кот, совёнок сделан в виде оригами, снегири сделаны, получается, из яичной скорлупы, потом раскрашена красками, то есть сюжет. И одна вышивка из ткани. То есть с детьми выкраивалась работа девочки, и потом накладывалась на полотно. Ну вот скажите, детям нравится это? Конечно. Творчество для детей в этом возрасте как раз является основой, поэтому им очень любопытно, нравится, и чаще всего мы стараемся принимать участие в таких конкурсах, потому что это действительно ярко, красиво, и детям нравится. На выставку по положению представляются произведения всех видов декоративно-прикладного искусства. Батик, вязание, керамика, макраме, бисероплетение, аппликации, мягкая игрушка. Для создания поделок могут использоваться самые различные материалы. Дерево, металл, бумага, кожа, мех, солома, лоза. Практически нет ограничений для проявления детской фантазии. Ученики одной из школ Хасанского района представили на конкурс свои работы из дерева, сделанные на уроках по технологиям. Первый раз мы на этом конкурсе думаем, что не последний. А вообще с древесиной очень интересно работать. Я технологию веду у мальчиков. Мужиков надо воспитывать с детства. Ну и как они? Вообще с большим удовольствием? С удовольствием. Дети вообще с удовольствием работают. Это все сделано из отходов производства. Где-то кто-то делал ремонт, остаются бруски, фанера. Работаем, восстановили в мастерской токарные станки. Два станка у нас работают. Вот сейчас еще древесину обрабатываем на токарных станках. Мальчики шестых-седьмых классов постарались на славу. Несмотря на юный возраст авторов, выполненные ими работы могут составить конкуренцию взрослым мастерам деревянных дел. Это с обыкновенного бруска сделано, даже не шлифованное. Это просто копия обыкновенной домашней бытовой прищепочки. А пружину накрутили на токарном станке с обыкновенной проволоки. Проволока даже не пружинная. Ну, вот такие сувенирчики. Это тем, кто сильно много чего-то хочет. Конкурсная выставка детских прикладных и декоративных работ впервые состоялась в Фокинском доме детского творчества четыре года назад. Инициативу педагогов дополнительного образования поддержали на муниципальном уровне, а затем и на краевом. Идея оказалась настолько заразительной, что за несколько лет региональный конкурс превратился в краевой. Увеличилось количество детских коллективов, желающих принять участие в выставке, значительно расширилось, и география ее участников. Организаторами этой выставки является департамент образования и науки, наше управление образованием и наша администрация. Заявочек на участие в выставке очень много поступило. На данный момент 69 учреждений заявили о готовности принимать участие. Третья часть работы уже, вы видите, у нас здесь присутствует. Работа очень интересная, выставка обещает быть тоже очень интересной. Дети проявили очень много творчества, фантазии, умения. Вообще эта выставка способствует развитию именно этих качеств у детей. Видно, что детям помогают педагоги. Спасибо за то, что такие люди у нас есть в крае. Официальное открытие четвертой краевой выставки детского декоративно-прикладного творчества «Радуга талантов» состоится 3 апреля в 15 часов. Организаторы приглашают принять участие в торжественном мероприятии всех желающих, чтобы своими глазами увидеть подводную лодку из папье-маше, вазу с тюльпанами из пластиковых ложек, детский башмачок из обычной газеты и лично убедиться в том, насколько щедра юными талантами приморская земля. Продолжение следует...